Благословение Господне, покров Царицы Небесной, моли Просителю Мартина Исповедника, да пребывай со всеми нашими благополучиями. Прошедшая неделя имела замечательное событие, даже не церковное, а была особая память у нас 22 июня, помимо воспоминания трагических событий в жизни нашего Отечества. Это и створение со дня представления праведного Алексея Пресвятера Московского, нашего с вами соседа, настоятеля храма Святителя Николая на Моросейке. И, вспоминая о нем, нельзя не вспоминать и о том, что отец Алексей воспитал замечательного сына, который также, как мы с вами знаем, причислен к лику святых Русской Православной Церкви. Но если отец Алексей причислен к лику святых Православной Церкви как праведный, то для Сергия Мечова, его талантливейшего сына, закончившего Московский государственный университет, блестящего филолога, очень замечательного, глубокого человека, святость стала следствием его мученического креста. В 1942 году он мученически закончил свою жизнь в лагерях. И вот отец Сергий был очень таким глубоким, вдумчивым человеком. И по благословению еще своего отца, отца праведного Алексея, он при его жизни принял священный сан и служил при нем, вел беседы с народом. Сохранилось множество замечательных воспоминаний. И те, кто всерьез увлекается жизнью православной Москвы, и для кого близка жизнь православной Москвы, для кого близки московские традиции, обязательно, конечно, нужно познакомиться с этой замечательной моросейской традицией в лице отца Алексея Мичева и в лице отца Сергия Мичева. И вот есть множество очень интересных книг, которые изданы. И мне хотелось бы сегодня поделиться такими небольшими его, небольшим отрывком из беседы, которую он проводил с прихожанами, на тему о молитве. И вот отец Сергий задается таким вопросом, какие трудности встречает молящийся? Во-первых, мешают страсти. Какая бы ни была страсть, она отвлекает от молитвы. Мысль молящегося приковывается к данному помыслу и услаждается им. И это будет уже не молитва, а мечтание о услаждении собственными помыслами. Затем наши повседневные занятия. У кого служба, у кого домашние заботы. Целый день человек занят, суетится, живет без мысли о Боге. И ясно, что когда он становится на молитву, его обуревают мысли о житейских делах и о заботах. Надо так жить, чтобы каждое дело делалось во славу Божию. Затем препятствуют молитвы, то есть соединению с Богом дьявол, то внушая сон на молитве, то внушая помыслы и разговоры в церкви, то расслаблением. Человек вдруг почувствует такую слабость, что начинает опираться на стенку, то рассеянием помыслов и так далее. Затем препятствием к молитве служат незнание и невнимание к своей мере в отдыхе, в пище и сне. Человек или может отдаваться праздности, или присыщаться, и тогда ум его тяжелеет. Сердце становится холодным и уклонит ко сну на молитве. Наоборот, человек может слишком сверх своих сил переутомиться, и это тоже вредит его молитве. Вот такое замечательное поучение, одно из многочисленных его поучений, к которым он обращался к своей пастве в тяжелейшие годы. Это были тяжелейшие годы для нашего Отечества, годы гражданской войны, годы уже коллективизации, вот всего того ужаса, через который прошел наш народ. И сегодня мы молимся о том, чтобы Господь по молитвам наших праведных соседей поддержал и укрепил нас, дал нам ясные мысли, дал нам молитву нерассеянную, дал нам самое главное желание быть с Богом, желание быть в Доме Божьем, желание приобщаться к Божественной Благодати. Всем вам Божьей помощи, благословения. Надеюсь, увидимся с вами завтра во время совершения Божественной Литургии. Спасибо.